Здравствуйте! Меня зовут Роман Шаповал и я представляю Украинскую Федерацию Йоги в Днепре. Мы считаем, что сейчас особенно актуально заниматься йогой. Во-первых, потому что регулярная практика йоги делает человека энергетичнее и здоровее и положительно влияет на иммунитет. Люди, которые регулярно занимаются йогой, чувствуют себя лучше, заболевают реже, а даже если случается заболеть, выздоравливают быстрее и легче. Во-вторых, практика йоги делает человека эмоционально стабильным, позволяет не вовлекаться в негативные эмоции и видеть в жизни положительные стороны. Кроме того, сейчас у многих образ жизни стал менее подвижен, чем был ранее, и просто необходимо что-то делать, чтобы не давать телу растекаться по дивану и разгружать спину для тех, кто работает на удаленке. И в конце концов, то время, которое сейчас освободилось, можно и нужно использовать для заботы о своем здоровье. Выровнять осанку, скорректировать работу суставов и позвоночника. В конце концов, эта эпидемия пройдет, а ваше здоровье останется, и тело будет вам благодарно. Итак, начнем занятие. Потянулись руками вверх, вытянулись так, чтобы натяжение было и по передней, и по задней поверхности тела. Дотянулись еще вверх и несколько полных глубоких дыханий, сохраняя натяжение по всему телу. Тазом потянулись вправо, а руками влево. Это артха чандрасана. Макушкой потянулись вместе с руками. Натяжение должно быть по всему правому боку, от ребра стопы до пальцев рук. Потянулись теперь в симметричную позу тазом влево, а руками вправо. Сохраняем натяжение по всей боковой поверхности тела. Дышим глубоко. Потянулись вверх. Таз подали вперед, грудину вверх. Руками потянулись вверх и назад. Прогнули тело по дуге вперед и несколько полных глубоких дыханий сделали. Критерием правильности является отсутствие перегрузки в пояснице. Для этого грудью нужно тянуться вперед и вверх. Отсюда потянулись руками вперед. В спинку сделали параллельный полу. Макушкой тянемся вслед за руками вперед. И отсюда потянулись руками вниз к ногам. Взялись за щиколотки и макушкой дотягиваемся вниз. В падахаст асану. Несколько полных глубоких дыханий, стараясь распределить вес тела равномерно по стопам. И создать равномерное натяжение от стоп до основания черепа. Поставили руки перед собой и развели ноги в стопы. Пошли руками по полу вперед. Таз опускаем вниз. Пятки разводим наружу. Грудью потянулись вперед и вверх. Несколько полных глубоких дыханий. Лопатки собрали сзади на спине. Так, чтобы был максимальный прогиб в груди. Натяжение должно быть по всей передней поверхности тела. Из этого положения поставили ноги на пальцы. Таз подняли вверх. Грудью потянулись вниз. Вниз стараемся дотянуться головой и грудью до пола. Несколько полных глубоких дыханий, продолжая тянуться грудью вниз. И перешли в положение упор с разведенными ногами. Руку поставили посередине груди. Вторую подняли вверх. Стараемся не поднимать и не опускать таз, держать его ровно. И посмотрели на верхнюю руку. Потянулись рукой вверх и довернули плечевой пояс. Поменяли руки. Скручиваем плечевой пояс. Следим, чтобы таз не поднимался и ноги оставались ровными и натянутыми. Опустили руку. Вернулись и дотянулись на две ноги. Макушкой потянулись вниз. Несколько полных глубоких дыханий сделали. Подбородок при этом ближе к груди. Оставили левую руку на левой стопе. Правую вынесли вверх. Дотянулись так, чтобы натяжение было и между ногами, и по обеим рукам. Смотрим на верхнюю руку. Опустили. Дотянулись вниз на обе ноги. И теперь в другую сторону. Плечевой пояс при этом скручивается. И мы таким образом положительно воздействуем на позвоночник. Опустили руку. Дотянулись вниз макушкой. Несколько полных глубоких дыханий. Медленно выходим. И потянулись руками вверх. И за спину назад. Таз подали вперед. Ягодицы собраны. Грудь тянется вверх. Натяжение по всей передней поверхности тела. И вернулись в исходное положение. Дорогие друзья. Занимайтесь йогой. Практикуйтесь регулярно. И будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин